Аналитика от Макси Форекс используется информационным агентством банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 29 августа и вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от Макси Форекс. Евро на вчерашних торгах вновь демонстрировал устойчивость, несмотря даже на публикацию в понедельник слабых показателей по условиям деловой среды в Германии и обращения испанской провинции Каталония к правительству страны за финансовой помощью. В паре с долларом единая валюта выросла от азиатских минимумов 1.2465 до отметки 1.2576, вплотную приблизившись к максимальным уровням прошлой недели. Драйвером укрепления пары на этот раз стали выход позитивной экономической отчетности по еврозоне, связанный с ростом объемов кредитования в частном секторе региона после двух месяцев падения показателей и рост денежной массы в обращении. К тому же аукцион по продаже гособлигаций, проведенный вчера в Испании, показал усиление спроса на приобретение ценных бумаг правительства и снижение стоимости кредитования долговых обязательств. Кроме того, заявление представителя международного агентства Fitch о вероятном очередном снижении кредитного рейтинга США также поддержало рост европейской валюты. На американской сессии евродоллар стабилизировался и до конца дня торговался на максимально достигнутых уровнях. В нашем прогнозе на среду предполагаем возобновление снижения курса единой европейской валюты первоначально к уровню дневного разворота 1.2537, а после его пробоя к ценовым уровням 1.2500, 1.2456 и ниже в направлении 1.24. Если же пробой уровня 1.2537 не состоится, может последовать новая попытка тестирования предыдущих максимумов 1.2576 и 1.2589, от которых затем вновь ожидаем снижение пары. Снижение британского фунта на азиатской сессии вторника продолжило предыдущую динамику пары. Однако быкам удалось остановить падение и зафиксировать дневной минимум на отметке 1.5754. Дальнейшая торговля продолжалась в узком боковом диапазоне. В валюте явно не хватало драйверов для развития восходящей динамики, но в начале европейской сессии ситуация изменилась. Рост евро против американского доллара спровоцировал усиление спроса и на пару фунт-доллар. Кроме того, публикация в ходе торгов слабых данных по потребительскому доверию в США также оказала поддержку покупателям. В результате курс пары достиг на подъеме новой недельной максимум на отметке 1.5835, а затем начал вяло корректироваться вблизи достигнутого уровня. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение курса британской валюты первоначально к уровню дневного разворота 1.5804, а затем после его пробоя к ценовым уровням 1.5773, 1.5733 и 1.5708. Если же паре не удастся преодолеть уровень 1.5804, коррекционный подъем продолжится ориентировочно в ценовую зону 1.5850-1.5880. Затем пара вновь развернется на снижение к вышеназванным уровням. Наши рекомендации по ценовому движению металлов на среду. Ближайшим краткосрочным сопротивлением для золота сегодня является уровень 1.680 долларов. Пробой этого сопротивления вызовет подъем металла в направлении 1.697 долларов за тройскую унцию. Ближайший уровень поддержки сместился на уровень 1.654 доллара. Если он будет пройден, возможно дальнейшее снижение к целевым уровням 1.645 и 1.628 долларов за тройскую унцию. Ближайшим сопротивлением для серебра остается линия нисходящего тренда от 25 апреля 2011 года, проходящая сейчас по уровню 31.20 за унцию. Если это сопротивление будет пробито, подъем металла продолжится далее к целевому уровню 31.60. Уровень поддержки для серебра находится сейчас на линии 233-дневной скользящей средней на отметке 30.45 долларов за унцию. Если котировки преодолеют этот уровень, откроется путь к следующей цели – 29.90 долларов за тройскую унцию. В экономическом календаре среды Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен. В Италии введут данные по изменению объема розничной торговли за июнь, а в американской статистике будут опубликованы уточненные данные по приросту ВВП за второй квартал, изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья и экономический обзор по регионам страны. Бежевая книга. Кроме того, в США и Италии состоятся аукционы по продаже государственных долговых обязательств. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Аналитика от Maxiforex используется информационным агентством банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка.